Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я начинаю новый влог. Сегодня очень поздно встала, но со скоростью света сделала себе вот такой вот макияж красивый. И помада, которую я вам показывала в прошлом влоге, она мне настолько понравилась, именно своей текстурой. Возможно, цвет я немножко промахнулась, хотя этот цвет тоже классный. Смотрите, такой насыщенный коричневый. Я когда делала там свочи, выбирала эту помаду, там было столько нюдовых классных оттенков, именно носибельных. Я думаю, надо купить еще пару таких помад, потому что они супер недорогие. Причем такая текстура, почему бы не взять? Пусть будут у меня в коллекции. Когда я снимала пустые баночки декоративной косметики, вы заметили, что 8 помад за прошлый год я закончила. Значит, я могу себе купить новых 8 помад. Если мне понравятся оттенки, почему бы нет? А пока я тут до обеда спала, посмотрите, какой крутой десерт приготовила мама. И еще сняла рецепт. И еще вот такие вот пельмени в сливочном соусе. Получаются просто обалденно. Кстати, рецепт на пельмешки и на вот этот вот десерт я вам оставлю в описании под видео. Переходите, обязательно смотрите. Видите, особенно этот рецепт готовится буквально за... Сколько вам? За 5 минут. За 5 минут. Не считая время выпечки. Не считая время выпечки. Поэтому оставляю ссылочку и на это, и на это. Сейчас я хочу снять видео моей коллекции украшений. Смотрю первую часть. И чтобы не повторяться, они те же украшения по 100 раз не показывают. Смотрю, что я показывала в первой части. И уже во второй части эти украшения уже показывать не буду. Здесь у меня колечки будут. В основном, наверное, будут цепочки. Новые серьги, которые я купила. В общем, много чего интересного. Надеюсь, что и вторая часть наберет такие же просмотры, как и первая. Я была в шоке. Прикиньте, я думала, что это видео наберет где-то 20 тысяч. А видео набрало. Комментарии я, правда, здесь отключила. Потому что очень много негатива было. Вроде бы я ничего плохого здесь не говорю. Просто показываю свое украшение. Но почему-то люди были очень сильно обозрены. В общем, 85 тысяч просмотров. Прикиньте. Поэтому надо срочно снимать вторую часть. Еще в комментариях увидела, что девчонки ждут. Решила уже собраться силами. И сегодня заснять. И показать вам. Насчет серебра. Некоторые мне в комментариях пишут, почему ты не носишь серебро. Почему не покупаешь. Я не знаю, как у вас. Но мое серебро, оно чернеет. Посмотрите, в какое состояние пришло мое серебро. Ужас просто. Это была совсем беленькая цепочка. Посмотрите, как она потемнела. Либо моей коже не подходит серебро. Либо я храню его неправильно. Чищу. Я пыталась зубной щеткой, зубной пастой чистить. Купила специальное средство для очищения серебра. На полтона посветлело мое серебро. Но так, в общем и целом. Состояние оставляет желать лучшего. Когда я покупала, это все так красиво переливалось. Такого светло-светло-серебряного цвета было. А сейчас вот в таком состоянии у меня серебро. Есть у меня еще вот такое вот колечко. Это колечко я покупала, когда мне было 12-13 лет. Точнее, мама мне его купила. И тогда мама сказала, что возьми на вырост. У тебя пальчик станет со временем толще. Вот до сих пор кольцо мне большое. Разница между золотой цепочкой, которую я покупала лет 15 назад. И цепочкой, которая у меня лет 5. Наверное, чуть побольше. Носила я их приблизительно одинаковое количество времени. Посмотрите, как круто переливается золото. И в каком состоянии серебряная цепочка. Именно поэтому я предпочитаю покупать золото. Пусть я заплачу, не знаю, в 5-7 раз дороже. Но лучше я куплю что-то золотое, чем серебряное. Кстати, серебро у нас очень дешево стоит. Когда я в Sunlight смотрю серебро, я в шоке от этих цен. Потому что у нас намного дешевле. Но вот качество вот такое вот. Единственное, что у меня не почернело, это вот такой кулон. Он в виде тапочка. Мне он всегда нравился. Я его носила. Но, скорее всего, этот кулон не сильно соприкасался с моей кожей. Возможно, из-за этого цепочка потемнела. А сам кулон пока что нет. Короче, свое серебро я вот так вот складываю сюда. Мне не сиделось дома. И я решила пройтись по магазинам. Для бумажных сюрпризов мне нужны были блестки, чтобы делать пересыпашки и 3D-наклейки. Кто подписан на мой бумажный канал, тот в курсе. И здесь я залипла на этих пересыпашках. Наконец-то нашла в большом объеме. И купила еще одни. Такие одни я уже покупала, вам показывала. Из дома я вообще выходила для покупки помады. Но здесь залипла на всяких мелочах. Помад было много, разных цветов. Хотела что-то такое, чего у меня нету. И вот два этих оттенка мне очень понравились. Думала, какой же взять. Одного, кстати, не было. Я хотела взять оба. Да-да-да-дам. Помад много не бывает. Купила себе еще две помадки. Одна от Джефф из той же серии, которую я покупала вчера. Правда, та помада оказалась немножко темная для меня. Но ничего страшного. Ей тоже я буду пользоваться. Ее тоже я полюбила. Но текстура просто обалденная. Поэтому я взяла еще одну. Вообще серия недорогая, но качество офигенное. И еще наконец-то нашла от Мейбелем помаду в 145 оттенке. У меня такая была года два назад. Я вот охотилась на этот номер. И наконец-то нашла. Как только нашла, купила. Не стала ждать никакие акции. Взяла по полной цене. Очень хорошая помада. Такая, знаете, с блестками. Сейчас нанесу на губы и покажу вам. С мелкими блестками. Не обращайте внимания на посторонние звуки. Это мой твиксик обедает. Очень красивые блестки. Он напоминает блест для губ. Если сравнить вчерашнюю помаду. Вот эта вот вчерашняя. А эта, которую я купила сегодня. Оттенки отличаются. Хочу попробовать теперь эту на губах. Посмотрим, как будет смотреться. Эта помада, кстати, идентичная. NYX Soft Matte Lip Cream в оттенке Abu Dhabi. Jeff под номером 12. Один в один такой же цвет. Вот такие вот у меня обновочки. За последнее время три новые помады. Все они мне безумно нравятся. Буду пользоваться с удовольствием. Сейчас мы маме будем делать новый маникюрчик. Посмотрите, сколько она ходила без покрытия. Вот теперь будем делать. Мама говорит, хочу что-то темное, чтобы в кадре, когда снимала рецепты, смотрелось красиво. Ну, здесь есть темного. Хотя у меня есть еще такие. Такие еще. Их в палитре нет. Ты можешь выбрать среди этих. Результат у нас уже готов. Я забыла, кстати, сразу снять. Потом мне мама напомнила. Мам, как тебе? Нормально, отлично. Похвали мою работу. Ногти, конечно, коротенькие. Если бы они были подлиннее, смотрелось бы лучше. Но так тоже неплохо. Сделали маникюрчик. Сколько месяцев ты ходила без покрытия? Ну, в деревню сколько я попала, столько. А, после смерти бабушки без покрытия ходила. Ну, а теперь вот сделали аккуратные такие ручки. Будут снимать для вас новые рецепты. Мне, на самом деле, уже себе тоже пора переделать. Здесь все стразы отвалились. И вообще, этот маникюрчик никому, кстати, не нравился по сочетанию цветов. Мне все говорили, что он очень неудачный. Я просто взяла два гель-лака, которые не используются. И решила с ними сделать. Ну, теперь хочу что-то яркое. На моем канале я заметила, что в последнее время вообще разучилась снимать влоги. Как-то отвыкла от этого. Но мне кажется, канал немножко скучным, когда нету влогов. Хотя влоги набирают намного меньше, чем мукбанки. Но все равно их отсутствие делает канал каким-то безжизненным. Не знаю, по крайней мере, мне так кажется. Напишите в комментариях, как считаете вы. Я сегодня проснулась в 8. И не только сегодня. Вчера тоже я проснулась в 8. Я решила восстановить свой режим. Вставать рано, ложиться рано. И в одно и то же время. В общем, и вчера я встала в 8. И сегодня. Каждое мое утро обязательно начинается с макияжа. Даже если бы у меня была бы идеальная кожа, все равно я бы делала макияж. Потому что надо пынить косметику. Посмотрите на эту палетку, которую я хочу закончить. Здесь осталось всего 3 оттенка. Вот эти темные, кстати, я переспрессовала в другую палетку. И пользуюсь для бровей. В общем, я надеюсь, что в ближайшее время наконец-то эта палетка закончится. И она отправится в пустые баночки. Еще в этом году очень хочу закончить эти тени от Жаде. Здесь невероятно крутые блесточки. Их можно наносить просто соло, рисовать стрелку и все готово. Но почему-то тени у меня заканчиваются реально очень долго. Покажу прям в макросъемке свои реснички. Многие спрашивают, какой тушью я пользуюсь. И как я добиваюсь такого результата. Как бы это высокомерно не звучало, но дело не в туши, а дело в ресницах. Я обычно пользуюсь вот этой вот от Essence. Зелененькая. У нее просто обалденная кисточка. Очень классно удлиняет. Попробуйте обязательно. Я еще сейчас обнаружила, что оказывается у Твиксика закончилась его еда. Вот такой вот пакетик. 1 килограмм стоит 17 монат. Правда, врач сказал, что всего полтора месяца надо кормить этим кормом. Потом можно переходить на любой. Я думаю, все-таки лучше подстраховаться и кормить этим кормом. А этот корм везде не продается, поэтому нужно ехать к ветеринару. Я что-то взяла с собой камеру, но ничего снимать не стала. Я уже иду домой. К сожалению, корма, который нужен был мне, его не было просто. Поэтому пришлось купить другой совсем чуть-чуть и заказать. Когда привезут тот, который нужен мне, я поеду. Точнее, пойду и куплю. Но зато я купила много чего другого дома. Покажу вам всякие мелочи. И уже пора готовиться, потому что через пару часов уже придет мой друг детства. Поэтому надо что-то приготовить, помочь маме убраться. На удивление, кстати, дома холоднее, чем на улице. На улице очень даже классная погода. Короче, того корма не было. Пришлось взять этот. Еще, как назло, по дороге я встретила столько котиков. И половину уже раздала. Вот так вот сделала дырку в пакетике и раздала кошечкам по дороге. Как всегда, покупки мелочи. Без этого никак. Взяла себе такой крем от Эвелин. Взяла себе мочалочку розовую. Очень уж она мне понравилась. Люблю такие мочалки. Кое-кому я открыла воронку, и он судорожно начинает облизываться сразу. Купила два лака для волос. Когда снимаю мукбанки, обязательно зализываю волосы, чтобы ничего не торчало. Сразу взяла два. Сильная фиксация. Мне подписчицы в комментариях писали, что после использования тонального Миша обязательно нужно использовать гидрофильное масло, а затем использовать умывалку. Послушавшись ваших комментариев, я решила взять вот такое гидрофильное гель-масло. Посмотрим, понравится, нет, от Комплимент. В магазине была новинка, вот такие блески от Golden Rose. Напробую и решила взять. Я вообще люблю шариковые блески. Они очень удобные и смотрятся круто. Я, кстати, уже накрасилась этим блеском. Он невероятно круто блестит и очень классно пахнет. Я вам говорила на мукбанках, но скажу еще раз, вдруг вы мукбанк не смотрели, его пропустили. Вот сегодня к нам в гости придет мой друг детства, с которым мы росли вместе. Он старше меня на 2 года. И мы с тех пор с ним общаемся уже сколько лет, реально сколько лет я его знаю. И сегодня он придет к нам в гости. Я у него спросила, что же мне такого интересненького приготовить. И он сказал, что он давно хочет попробовать роллы. Закажи лучше роллы. Учитывая свой опыт, я-то знаю, что первый раз, когда человек пробует роллы, обычно никому они не нравятся. Поэтому я думаю, что вместе с роллами надо приготовить еще что-то, что-то на запас. А лучше сразу два блюда. И мы с мамой остановились, что приготовим до уму и можно еще отварить грузинские хинкали. На всякий случай. А то, например, я просто закажу роллы, а ему они не понравятся, он просто будет сидеть голодный. Чтобы не было такой ситуации, чтобы у человека был выбор. Мама тут готовит какую-то сладость, что-то интересное. Мы вам вроде не договаривались, не собирались, ничего такого. Мам, вдруг моя помощь нужна? А, нет, не нужна? Ну ладно, тогда. И вот что получилось. Буквально слоеное тесто, немножко джема, сверху посыпали сахарной пудрой. Получилось нереально вкусно. Одну штучку я уже съела. Тут у нас тушеное мясо с картошкой. Я очень люблю этот мамин рецепт. У нас, кстати, есть рецепт на мамином канале. И еще здесь сейчас будут вариться грузинские хинкали. А роллы, кстати, до сих пор не приехали. Прикинь, как долго мы их ждем. Прям горячие привезли. И как раз, знаете, я раньше заказывать не стала, чтобы все было горячее. Как это пахнет. Правда, один уже перевернулся. Благодаря мне. Вот такие. Вообще, я планировала показать нашего гостя. Немножко поснимать видео вместе с ним. Но он очень смущался. Поэтому мне пришлось отказаться от этой идеи. Надеюсь, что вы меня поймете. Я должна с уважением относиться к мнению других людей.